всем привет всем здравствуйте оля из тампера из финляндии ну конечно все витрины оформлены вот так все ждут зимы все хотят утеплиться утеплиться стильно но это конечно марка пола вот такая красота здесь подобрано все в цвет цвет цветовая гамма конечно я пройти мимо не смогла ну не знаю вот эта сумка подходит ли она сюда ну с другой стороны да может быть и летняя сумка вот сюда тоже здорово как это вписалась ну и мужчины наверняка во всем мире одеваются одинаково джинсы шарфик дутик вот такая красота конечно качество этих вещей не оставляет никакого вопроса я думаю если ты деньги тратишь вот на такую красоту да это будет носимо много лет витрины оформляются постоянно вот я как говорится снимаю эту витрину уже не первый раз молодцы что они оформляют конечно в магазине покупатели нету не было у меня возможности зайти поснимать что там красивого висит но вот так вот витрины посмотреть до 2 продавцы по 2 продавца подпирали прилавок ну и представьте я бы пришла такая донна роза дельвадорес с телефоном что-то снимать конечно они бы меня не выпустили пока я что-нибудь не купила да очень красиво оформлен магазин и когда я показываю в хо энд эм вот эти челси говорю что это барбаретки мне тогда написали что ли это ничего не барбаретки это челси ну это конечно хо энд эм барбаретки вот тут натуральные челси это наверняка кожа да они носятся совсем по-другому вот этот ауфит мне нравится больше и шарфик такой мягенький но я иду все равно в холонин снимать примерки ну и заодно показываю что же висит на вешалках ну и вот так если общим планом посмотреть много раз я получаю комментарии что что-то скучновато и вот как-то бледновато и шика блеска нету ну народ вы не забывайте я живу в финляндии если я жила в рио-де-жанейро да конечно там совсем другие расцветки друга другие фасоны и так далее финны обожают купить скандинавский стиль вот такой если они свои денежки тратят эта вещь покупается не на один раз поэтому конечно совсем другая скажем так мода ну и если работники цирка пишут мне должно быть все это веселое вот такое как говорится как у олега попова я думаю что для работников цирка есть отдельные магазины где продают наряд клоуна конечно в этих магазинах наряд клоуна вы не купите я ищу вот такую жилетку мне нравится вот эта жилетка я думаю нужно будет прицениться когда начнутся распродажи я думаю распродажи в этом году начнется уже до рождества потому что покупатели нету тусовки нету это все понятно и вот такие лекинг со мне советовала элина это change но вот не знаю я чего-то сомневаюсь нужны ли мне такие но вот этот фасон как у сиса то есть они 7 восьмых и на молнии внизу и конечно на резиночке то есть вот действительно человеку без стали вот такая красота будет самое то и change это фирма для пухняк для пухляков у меня есть несколько обзоров на канале и вот этот худи я показываю в зеленом цвете когда делаю обзор каталога и многие тогда написали оль ты не поверишь с удовольствием бы купила да вот эти конечно худи здорово что 95 процентов катона 5 процентов эластана в нем хорошо и летом вечером и конечно зимой самое то и вот эти мои лекинг с и которые я первый раз и как говорится примеряла вот как холодная змея но вот эта расцветка точно не моя я купила обыкновенные черные ну почему нет да если вот такие вырви глаз вы хотите как говорится почему бы и нет и многие фасоны есть вот такие которых не было в каталоге да это много раз выпускается специально для какого-то магазина но и здесь у нас холонин и я когда в хельсинки снимаю вот этот большой магазин лассе ссор это вот финская красота утепляемся стильно многие тогда написали оля ты не поверишь купила в хельсинки из стокмана лассе ссор шапку уже ношу много лет стираю на банку вот так на дело она высыхает и как новая да конечно эти шапки никакие не бюджетные вот пожалуйста 69 евро цена но с другой стороны это как говорится натурально это шерсть все это прекрасно мы понимаем и здесь шапочек небольшой выбор но все равно шапочки есть если действительно шапочку вы хотите почему бы как говорится и нет и здесь у нас кати ними вот это это фирма ну это же 79 евро 69 евро эти шапочки конечно тоже вот такая красота многие с удовольствием бы купили ну и вот эта шапка моя лассе сорта что я купила в прошлом году на черную и не купила светлую но шапки подорожали здесь она стоит 69 евро и конечно да я купила очень бюджетно черную все дорожает потому что конечно в магазина дело держит большие убытки вот посмотрите показываю ряд народа просто ненты да нету никого ну и входа обувь самая красивая обувь лаура вита вот это французская красивая фирма народ если я произношу что-то неправильно вы меня простите я говорю как говорят финны может быть в какой-то стране говорится по-другому ну я говорю как говорят у нас и вот эти синенькие конфетки посмотрите какая красота ой вот такие бы синенькие я бы с удовольствием себе прикупила нужно вот будет прийти примерить когда будут скидки единственная моя подруга купила лауру вита и она сказала оля очень скользкая подошва да конечно французская зима не сравнить с финской зимой это все понятно может быть скользковато но с другой стороны может быть даже на весну и вот эти посмотрите какая красота да все подобрано со вкусом если даже какой-то старый пуховик и вот такие вот такую мелоту на ноги купить сразу будет их вот такой праздник как говорится души да умеют французы делать что не говори конечно обувь не бюджетная 135 евро 129 евро 169 евро высокие сапожки то есть цена кабеля колеблется вот так но все равно это обувь вот такая красота ну и обувь на каблуке я про это говорю много раз люди покупают очень плохо и вот этот спрей они рекламируют везде и всюду то конечно если мокрая зима все понятно все должно быть вот так не промокаем а ну и посмотрите в обувном магазине в отделе тоже никого и вот эти челс сейчас везде и всюду да конечно обувь из дания натуральная кожа красота ну и цена конечно никакая не бюджетная 129 евро но зато такие сапожки если ты купишь ты будешь как снегурка всю зиму это все очень да здоровско и я зашла еще в другой обувной магазин посмотреть что там ну и приблизительно одно и то же да я думаю что все равно финская вот эта мода есть конечно обувь на вот так по лесу с собакой вынести мусор но есть что-то вот такое красивое и всегда реклама что не пропали не пропускает воду носима где кожа и так далее и так далее конечно фир и финны если платят свои денежки они хотят что-то приличное ну и вот это отшивается в португалии по финскому дизайну эту обувь я тоже показываю много раз ну и этой ботинкой можно просто прибить весит 25 килограмм но наверное из-за того что вот эта подошва и 2 килограмма смеха вот вот эта обувь со смехом конечно меня насмешила какая смешная ну и с другой стороны молодежь конечно купят и будут ходить и радоваться в жизни но все равно очень много коротеньких сапожек потому что финки любят лекингса они любят трикотажные брюки они любят джинсы зимой даже какие-то утепленные брючки поэтому длинные сапоги это большая проблема вот коротеньких сапожек полуботиночек и вот всего такого вагона маленького и маленькая тележка но если какие-то красивые сапоги и вы хотите да конечно нужно рить ножа носом чтобы это найти и вот в этом магазине тоже полка размер 42 почему я всегда говорю что финляндия большая нога это не проблема очень красивые женственную обувь можно купить и минусик из питера ниночка показываю родное сердце для тебя вот ты спрашивала если на маленькую ноженьку да пожалуйста моя хорошая 35 размерчик вот стоит тут вместе с 42 то есть вот всегда как говорится с этого края из того края собраны малюсенькие и большие то есть не то что только сороковой и последние больше ничего да нам она маленькую ноженьку тоже можно купить и бывают очень хорошие скидки мы в идея парке с моим мужем вот приехали поснимать несколько видео подписывайтесь не хворайте с вами была оля из тампари всем физкульт привет не забывайте ставить палец вверх если видео понравилось и написать комент всем хорошего дня